оп-оп-оп-оп-оп вот это оно когда кажется что все потерял значку вот это я понимаю езда а красиво как все две педали ждем пока остановимся в суббробе грант говорили они широты широкий говорили они я уже готов выпить за сутки по победу вот прада это просто молодец привет с вами авто мпс сегодня по случаю дня рождения нашего ведущего игоря сирина я ему предоставляю возможность выбора автомобиля но хочу сделать пару подсказочек таких которые ну его надеюсь помогут вот смотри ты строишь дом тебе нужен хороший экономичный автомобиль но что может быть лучше дизельного автомобиля ты сегодня имеешь момент 500 у тебя чуть ли не в два раза больше момент но у меня 238 лошадей конечно трехлитровый двигатель восьмиступенчатый автоман это я так сказать мечтаю о том что ты мне уступишь широкий но выбор за тобой выбор за тобой я только могу сказать что на канале я чаще выступал с джипами и ну немножко фанатея от этих автомобилей я балдею от того что итальянцы пересаживаются на джипы сегодня итальянцы пересаживать но выбор за тобой да друзья спасибо за поздравление спасибо тебе на самом деле я бы все равно наверное выбрал гранд чироки для меня в нем больше легенды это ну окей это не мое детство естественно но в моем детстве когда в страну хлынули иномарки тогда джип гранд чироки уже ценился а правда тогда еще был ну сродни нашему уазику надежному но все-таки уазику вспомните как выглядел правда в девяностых а гранд уже тогда был крутой он был вишневого цвета не такого эффектного как сейчас но он уже тогда был легенды поэтому наверное я бы все-таки выбрал гранд а мы остаемся с прада погнали атмосферный мотор объемом 3 литра вероятно далеко не самое правильное решение для джипа гранд чироки у него должно быть либо литров 6 как у srt либо просто 5 и 7 хемия ну либо хороший дизель как был трехлитровый но увы это базовый мотор 3 литра в двести тридцать восемь лошадиных сил и на сейчас это самое рациональное самое правильное решение есть 36 но он 280 лошадок и это ну вот совсем неправильно ну и собственно есть ядреные версии хемия они клевые но это отдельная история и так 238 лошадиных сил кнопочка спорт пошли вот это уже раз вот это уже нормальное ускорение вот тут все под речком 10 и 3 при обещанных 9 и 8 опоздание всего лишь на пол секунды и все-таки зимой и все-таки на далеко не идеальном покрытие я бы сказал что такой хороший честный результат 10 и 3 запишите в протокол я думаю что это лучший результат теперь правда на нем уже замеряли время разгона до сотни но это физически другой автомобиль поэтому для частоты эксперимента еще раз померим обещанное время разгона 9 9 по ощущению это форсировка со 180 до 200 лошадиных сил она очень здорово улучшила динамика прям она многое добавила с точки зрения ускорения и кстати в ходе вот последнего обновления когда форсировали мотор японцы еще немного добавили шумки и полностью ушло ощущение вот дизель такой высокочастотное тарахтение как металлический такой вот характерный для дизеля для тнвд как будто пальцы звенят вот этого нет полностью то есть ты просто слышишь мотор такой бусовит и снизу и все но этого дизельного рок это характерно и вот просто нет открываешь капот он есть просто если на месте гонишь надо при закрытом капоте есть но в салоне этого звука просто нет и так спорт режим пошли раз 2 3 4 и только на 4 передачи 11 11 и 3 по моему и что-то около того интересно что и в эко режиме и в спорте я заехал и так и так результат получается одинаковый ну не обещанные 9 и 9 но тоже очень неплохо раньше 11 половиной раньше было заметно медленнее и я бы сказал что хватает и так джип гранд чироке режим грязь либо снег на самом деле похоже в режиме грязь мне кажется чуть меньше мешается и спи электроника выключена блокировок у тебя нет у меня есть понижайка у меня подключение переднего моста происходит с помощью электроники блокируем то есть фактически центральную муфту можно зажать полностью и будет блокировка центральных дифференциалов по решению электроники готов 3 2 1 старт вот и у меня есть лепестки для управления коробкой что в данной ситуации надо ценнее я могу тормозить двигателем а не только бампером и радиатором и и задним бампером тоже не всегда нужно тормозить но иногда приходится им напишу на ручки которые тоже но я не тонн неплохо может быть чуть жестковато я бы не сказал что сзади очень сильно меня подряхиваю так вот у меня прям ощущение что электроника работает ровно на моей стороне то есть она работает я это чувствую это видно по тормозам они прям сильно греются но при этом она меня очень здорово страхует то есть иногда кажется что все потерял дачку она раз и повернула туда куда-то хоряк да она не отключается и она очень четко работает что да 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 прям редкий случай когда вот электронику хорошо настроили американцы же подвинуто на электронных ассистентах именно у них илон маск придумал автопилот и так далее и наверно программисты в америке очень хорошие вот и он он смотри у нас включена есть ты я могу давить на газ я могу перекладываться и да смотри я могу ехать боком как хочет не смотри не потеряйся давай давай стоп 1.38 финишировали бочком 1.38.47 неплохо сейчас посмотрим чем ответит прада надо оговориться что гранд чироки у нас на шипованных колесах они поношены это сильно поношенной nokia но у нее достаточно много шипов осталось прада на мишление без шипов и наверное отсутствие шипов даст какой-то проигрыш мы постараемся как-то учесть и поэтому мы в первую очередь оцениваем не только время но и вот ощущение удобства управления автомобилем гранд в этом смысле штука очень послушная то есть вы можете на нем кайфовать и он едет очень хорошо он послушен огромная машина тяжелая но с понятным рулем очень четко и правильная и так тойота land cruiser prada постоянные полные привод с дифференциалом никаких блокировок не используем на просто потому что все-таки поворачивать в большей мере они только грести электроника выключена полностью потому что если выключить частично то на скорости 60 до 55 она снова включается а у нас тут хода местами под 80 и а с электроникой естественно делать нечего спорт режим ты пристегнулся петр так точно я определю как тебя трясет сзади давай там где грант поворачивал при содействии электроники а папа папа вот это но надо было сбросить газ газ бросать нельзя было совсем мы бы там вообще никуда не доехали вот пытаешься ехать побыстрее он начинает прыгать козлить полный набор так и грибем 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 но выиграли-то сами я тебя прошу поспокойнее поспокойнее а поспокойнее ты просто сразу на правда проиграть в принципе человек купивший prada он сразу я еду поспокойнее на гранде мы проехали три круга и ни одного разворота не было но надо сказать что у тебя покрышки то не шипу но я все-таки чуть-чуть ты цепляешься не это где-то ты едешь по снегу на гранде три круга не считая просто вот тренировочных за это ни одного разворота не было вот здесь вот в повороте если у меня машина уходила я просто добавлял газу и меня передняя ось которая подключалась принудительной электроникой она меня вытаскивала то что делает грант правда делать не хочет либо надо действительно ехать пешком и это не колеса это именно вот конструкция автомобиля инженеры toyota имели ввиду именно это когда создавали вот такую трансмиссию постоянный полный привод с блокировкой центром с блокировкой заднего моста это все не про скорость это все про проходимость если ты попал сильный занос все две педали ждем пока остановимся в сугробе все ничего то есть не сделать то есть ты не хочешь улучшишь результат именно потому что не советуешь людям дрифтить или там убиваться со скоростью на этом автоматике давай так еще один заезд круг на 5 секунд вот если в пределах 5 секунд правда приедет не отстанет не больше чем на 5 секунд будет ничья хорошо по рукам еще один заезд три два один старт вот потихонечку полигонечку давай потихоньку тем более ты знаешь нас здесь далеко не везде лед тут много участков именно со снегом в чистом виде а и соответственно там проигрыша которые дают не шипованные колеса его нет тем более здесь мишлен очень приличные колесики оп но ты должен прям взородыши взородыши гасить занос а если ты куда-то занес чуть больше скорости либо не выключая и спи пусть она сама решает уже где она тебя остановит либо не выезжай на лед ну в общем вот вроде хочется аккуратнее поспокойней поспокойней вот хорошо вот сейчас как раз почтальон придет пенсию принесет как только ты набираешь ход как только ты допускаешь глубокие скольжение такие красивые друзья которые вы любите в кадре вот тут правда становится очень коварным и очень сложным в управлении на самом-то деле хочется побыстрее сейчас хороший результат покажем если тебя не развернет в этом повороте давай но тут надо тормозить вот прям там да 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 давай 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 спокойно спокойно мы идем 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 стоп ребята я же говорил 1.35 пожалуйста 1.35 не надо никуда убиваться но удовольствие 0 удовольствие 0 ждешь пока пенсия пока почтальон принесет пенсию пчеловоду на даче но я уверен что если потренировать ничью конечно на гранде можно проехать но по меньшей мере не кайф и в кайф да именно удовольствие от езды если вы продрайв это все-таки гранд чироки друзья в целом вы должны понимать что мы не формула 1 этот старт-финиш это второстепенная задача наша задача понять особенности автомобиля назначение и сейчас мы разобрались вот прада это просто молодец автомобиль старшего возраста не надо никуда уже все прошли уже все уже успели уже успели и все и приехали первые пока ты там больше сагу роботов и вытаскивать это не но я доволен что ничья отлично по рукам а итак друзья а теперь еще одна гонка но на этот раз уже по снегу по замерзшему озеру вон там вдали есть конус да 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 ты туда еще попробуй доехать у меня железяка торсен а у тебя электроника да она помогает бережет твои ноги руки это мы знаем 70 систем безопасности нам тут пишут про этот автомобиль но здесь когда нужно проехать на самом-самом бездорожье мы сейчас узнаем кто лучше значит я включаю понижайку соответствующая кнопка блокировок у меня никаких отдельно не выведена есть режима движения мы предположим пусть это будешь песок 321 старт главное главное не остановиться главное не не сбросить газ давай 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 ему не просто очень низкий бампер но мы едем гребем гребет молодец настоящий грант я нажимаю межосевую блокировку блокировку задних колес вывожу здесь понижайку вот этой шайбой и включаем ну режим непонятно тут грязь снег песок все что угодно главное что я приеду быстрее вот ставлю эту рисочку посередине давай давай быстрее это могучий автомобиль вот три учись туда один пошли но вообще по ощущениям действительно как-то быстрее увереннее едет такое шипение вместо нормального рева двигателя эффектом красиво могу пройти вот так раз на бампер бампер намного выше и опа 2688 вот смотри в створе ворот вот это я понимаю езда а красиво как вот так вот и ехали по диагонали ну что там он отчитывается первое место но окей это было видно глазами и действительно собственно наверно гранд широкий было бы больше шансов будь у меня машина в исполнении оверланд на пневме и без вот этого низкого спортивного бампера ну и собственно минус геометрии и поэтому пока правда здесь просто шел я на гранде утюжу вот смотри давай по комфорту сейчас мы едем с тобой почти по гребенке такой нечищенный снег что ты скажешь меня жестковато будем откровенны а виной тому 20-юмовые колеса вот мелкие стыки вот каких неровностей жестковато получается я не могу похвастать пневмой не могу похвастать каким-то супер комфортом да тоже постукивает то здесь наверное такой нейтралитет я бы сказал что гранд широкий чуть лучше контролирует свой вес он с ним лучше работает и меньше раскачки и больше ощущение энергоемкости на самом деле от подвески правда более комфортно он такой раскачивается он вперед-назад вперед-назад вот гранд как-то по собраннее что ли два слова у меня есть холодильничек можно пивка попить летом а у тебя я могу сейчас окно открыть и в принципе у меня будет морозильничек но вообще у меня в салоне тепло холодильник и нет но в салоне жара я сегодня с утра прогревался очень долго просто пока ждал оператора все думаю когда же я согреюсь в теории у прада есть типа вебасты но она как-то сложно управляется через мобильный телефон и в итоге не я не сотрудники компании тойота не смогли в этом разобраться до конца но у нее есть автономный подогреватель меня просто теплый двигатель и теплые автомобили на бензиновая машина очень быстро греется я вот сегодня завел и там минут через пять-семь на улице было минус 20 я расстегнул куртку мне было хорошо ну я экономичнее тоже надо иметь ввиду для такого большого автомобиля который заставляет бегать заправки там чихнул и побежал на заправку то есть это это существенно это заметно но я бы сказал что на прада такой нормальный расход сейчас по зиме это 9 10 на гранде 10-12 наверное разница есть но не особо заметная к тому же бак у меня очень большой я еще могу тебе туда похвастаться в кавычках конечно по ее избежками а тут слабовато слабовато выгляжу 1 у меня 4 4 2 спереди 2 сзади обогрев руля очень приятно но вот если ты попробуешь его нажать это надо где-то бросить рацию правой рукой там что-то нащупать там целая серия кнопок их там по-моему целых шесть и все 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 нужны и они там очень глубоко никогда глазами не увидишь да уж и руль тогда бросай сразу потому что у тебя и справа под рулем кнопки и слева под рулем кнопки черт ногу сломит но у меня нет еще активного круиз-контроля в этом автомобиле четыре с половиной миллиона такая же цена как и у тебя активного круиз-контроля нет тогда не бросай руль не включая подогрев руля не включая подогрев стекла внимательно смотри на дорогу у меня есть и подогрев руля и разумеется у меня есть адаптивный круиз-контроль хорошо работает но так вот в целом ощущение по торпеда я не вижу здесь каких-то таких вот ну совсем слабых мест выглядит нормально у меня нейтрально крутилки такие хром блестит экранчик ну 8 там с чем-то дюймов как у тебя мягкая панель да там вставки из дерева у тебя да ты можешь похвастаться да у меня пожирнее вставочки из дерева будут графика на дисплейчике у меня явно будет прям на порядок лучше чем у тебя да да и кроме того у меня цифровая приборка ну скажем полного центральная часть приборки спидометр у меня цифровой а тахометр и датчики температуры и запаса топлива они механические но обычные ну что я не знаю похоже ты выигрываешь дай какой-нибудь такой супер аргумент ну супер аргумента у меня нет но в целом ощущение от салона они конечно поприятнее руль поприятнее как-то вот приборы вот в целом ощущение от автомобиля такого ну ближе к кроссоверному ближе к легковому что ли комфортнее со всех сторон удобнее забери бал итак заднее сиденье спрада наливай да пей да и тут просто раз, раз, два, раскладывай и укладывайся да, 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 вот это вот лыжи хорошо поедут, люди не поедут, потому что гор получается огромный прикладный сиденье ну вот смотри, хочешь покататься вот так, можешь покататься, успокаивает вот это вот спиночка раз туда да, спинка регулируется, ох, аж вот так вот над головой место, ой, моих двух рук не хватает спереди место USB, пожалуйста, климат-контроль где USB, где USB? спереди на всю машину одна USB, здесь розеточка на 12 вольт зато нормальный блок климат-контроля причем это отдельный вентилятор, он установлен где-то там в багажнике одна беда, дует прохладненьким вот мы сейчас стоим достаточно долго, машина на холостых мотор остывает и дует, ну такой слегка теплый воздух белый потолок, никакого тебе люка но зато места много сиденье скользкое, места для ног много, да, вот сидеть хорошо сиденье в самом себе низковато вот как-то так, лавочка такая низенькая, ее вот чуть приподнять и в принципе по высоте есть запас но места много и получается, что люди сзади, они сидят выше водителя, то есть очень хороший обзор на станции вперед здесь большущие окна пойдем посмотрим каково в Гранд Чироке мне даже уходить не хочется, я согрелся там тепло смотри, по базе больше, джип больше по базе да а место, ну просто теснотища и он и над головой мало места, но тут люк, понятно, это красиво и ногам место, ну совсем гранд, говорили они широты широкие, говорили они сам по себе диван удобнее, он как-то помягче, вот именно сидеть удобнее салазок нет, он не ездит, но вот спинка откидывается сюда есть диван удобнее, вот именно сидеть ну просто не такой скользкий он да, да, но места для ног прям совсем немного, тут вроде бы и выемки, ну и передние сиденья прям очень массивные наверное, мне кажется, их можно было сделать чуть потоньше спинка регулируется также в очень большом диапазоне, можно откинуться ну вот так еще туда-сюда, но в принципе как-то вот места для коленей совсем мало ну еще темная крыша съедает пространство вот тут ты можешь пиджачок повесить да, это хорошо итальянский да, нет климат-контроля, есть просто воздуховоды дует, дует действительно теплый горячий воздух, есть пара юсбишек но нет подогрева, есть заглушки, видимо здесь мог бы быть подогрев сиденья итальянцы, вы же на лыжах катайтесь, я в горах сколько раз видел такие автомобили, как я лыжи сюда на крышу, на крышу, либо люк на крышу, да, либо люк открыл да, 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 я заднюю сиденье так вперед в люк высунул слушай, я забираю бал, я даже полтора балла могу забрать за задний ряд увы, бал мне уходит итак, тест багажников я с утра сегодня помыл автомобиль, он у меня чистый вот я беру, мне немного нужно положить там, раз свою сумочку сюда положил, не глядя и пошел себе в нужном направлении, не надо вот так вот распахивать ничего а если я захочу и распахнуть, так и на здоровье, пожалуйста, беру сюда вот ручку, раз смотри все культурно так, раз с электроприводом а тут стоит у меня еще один автомобиль да, 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 на парковке это отдельное веселье, потому что ну где-то вот на паркинге ты заднюю дверь просто не открываешь а нечего тут ставить мне в упор хорошо, ты остановился на обочине дороги и дверь у тебя открылась в сторону обочины, а не в сторону дороги не, ну это недостаток, тут я ничего не могу сказать зато летом, представляешь, низкая погрузочная высота, друзья, посмотрите ну согласен, согласен вот, я поставил здесь термос, вот сел сюда, сижу, откручиваю, выпиваю, разговариваю с тобой, да а ты, ты там у тебя уже все брюки грязные но, ты посмотри, вот здесь вот полноразмерное запасное колесо, оно на штампованном колесе я уже готов выпить за своего победа, потому что ну кто такое здоровое колесо вот сюда запихнуть, я не понимаю, даже я, ну никто так не делает слушай, ну смотри, колесо хорошо, уютно, вот здесь есть удобные кармашки там снизу есть еще шумоизоляция и теплоизоляция вот есть такие удобные ящички, их можно еще, наверное, за что-нибудь использовать ну культурно же сделано, где у тебя запаска? у меня запаска, как вы понимаете, она нужна раз, ну вот я 10 лет испытываю автомобиль свой, личный два раза мне она была нужна и для этого она у меня снизу там открутил и все, она упала, ты поменял упала, потом ты достал спущенное колесо, туда же подлез, запихнул 700 литров багажник, я гружу, что хочу, а ты что тут, ну не знаю, елку на новый год можно привезти и все и где кнопка закрывания багажника? Петр, это американский максимально толерантный автомобиль он рассчитан не только на людей какого-то разумного роста, но и на карликов поэтому кнопочка вот здесь, чтобы даже ребенок, не подпрыгивая вот сюда где-то вот здесь вот подошел, нажал и закрыл смотри, еще один нюанс, ты складываешь сиденье, у тебя какой пол получается? ну немножко горбатый немножко горбатый друзья, вы просили в недавнем тесте махава против палисада, чтобы мы устраивали лежбище в машине так вот в праде его организовать просто невозможно а в гранде вполне себе получается, ну там не 2 метра, но можно лечь и пол получается ровно я считаю, что больше литража, как всегда, в нашем тесте это главное мы побеждаем да, можно вместить больше снега, который с крыши прилетит вам ровно в багажник все 700 литров можно завалить снегом увы, но это действительно победа Prado заявленный дорожный просвет Prado 215 миллиметров и в одном из роликов недавно вы обсуждали, что он спередом проедет, а задним мостом все снесет разумеется, под задним мостом просвет еще больше наша покрышка, я думаю, он пройдет легко, но интересно посмотреть именно на зазор сколько останется сверху должно быть примерно полтора сантиметра погнали ну и конечно впечатляет форма переднего бампера, вы видели ну он прям, он буквально по колено, то есть он прям так очень высоко срезанный в этом смысле Grand Cherokee в нашем исполнении с лимитом, это конечно уступает но сейчас посмотрим справится он с покрышкой или нет джип обещает 218 миллиметров дорожного просвета на 3 миллиметра больше, чем у Prado и такое ощущение, что уже вот здесь под бампером есть дорожный просвет потому что покрышка едва-едва туда помещается но сейчас скользко, и если будет хотя бы легкий контакт, я уверен, что покрышка сразу же сдвинется поехали вы все видели своими глазами, покрышка лежит на месте, а самое главное, что Grand Cherokee можно купить с пневмоподвеской и тогда дорожный просвет в верхнем положении будет 274 миллиметра вот это уже настоящий размер у Prado тоже в теории может быть пневма, но только задний соответственно дорожный просвет никак не влияет так что в этом тесте ничья но на самом деле мы с вами понимаем, что потенциал Grand Cherokee все-таки немножко выше гипно-балла ну что именинник неправильный ты выбрал автомобиль выбирая гранд чироки я предполагал что в условиях бездорожья мы сознательно ехали снег джип это же джип но если бы я себе выбирал внедорожник в качестве подарка на день рождения я бы все равно взял гранд чироки да он меньше но он быстроходнее на асфальте он очевидно лучше рулится у него приятнее салон да меньше багажник но вот в целом как автомобиль да еще и с бензиновым таким настоящим атмосферным мотором который не только питается воздухом из атмосферы но и создает салоне атмосферу такой настоящей америки мне вот очень нравится этот формат я бы выбрал именно его даже несмотря на то что он сегодня проиграл если бы я был крепким фермером который иногда выезжает попить хороший коктейль в центр москвы я бы выбрал однозначно prado однозначно потому что ну вот садишься и у тебя уверенность есть в этом автомобиле я уж не говорю о том что это качество и потом остаточная цена вот при всех равных допустим четыре с половиной там четыре с половиной надо быть для этого фермером горожане ну к сожалению этот автомобиль ну будет тяжеловато как-то с ним справиться подписывайтесь на наш канал не забывайте о том что у нас подписчики могут выиграть 31 из трех автомобилей lada niva travel смотрите по ссылочке здесь в описании и будьте здоровы да друзья и не забудьте оставить конечно что выбрали бы вы из этих автомобилей учитывая что собрали мы их абсолютно идеально по цене по четыре с половиной ляма за каждый что возьмете вы на день рождения либо может попросите например у деда мороза на новый год будьте здоровы до новых встреч удачи удачи